Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Много полезной и интересной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзора в разных форматах. Ну а если интересуют варианты в наличии, либо наши вакансии, или какая-то другая информация о компании, все это по ссылкам, которые будут в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. Многие из вас, скорее всего, слышали такое выражение «Лучше купить более свежую машину за те же деньги, пусть пониже классом или поменьше размером». Одним из наиболее популярных автомобилей с правым рулем в формате минивэн на вторичном рынке в России долгое время являлся Фрид от Хонды и его производная – Хонда Фрид Спайк. Эти автомобили ввозились в огромном количестве и очень полюбились широкой публике. Однако время идет. Запасы этих автомобилей на аукционах в Японии потихоньку заканчиваются, а цены на те варианты, которые уже завезены в Россию, потихоньку растут. В настоящий момент сложилась ситуация, когда в эти же деньги можно купить гораздо более свежий автомобиль похожего класса. В следующие несколько минут попробуем ответить на вопрос, стоит ли соблазняться более свежим годом выпуска, или, возможно, поискать пусть и пробежный, но все-таки исходный Фрид. Пятиместная разновидность Фрида Фрид Спайк появилась на пару лет позже оригинальной модели. Этот минивэн начал выпускаться в 2010 году, а закончил в 2016. Рестайлингу автомобиль подвергали дважды в 2011 и в 2014 годах. Выбор по части агрегатов здесь очень скромный. Бензиновая полуторалитровая четверка на 118 лошадиных сил с вариатором, если привод передний и с классическим автоматом, если автомобиль полноприводный. И гибрид в составе все той же полторашки плюс электромотор. Более свежий вариант за те же деньги в нашем случае это Toyota Rumi. Автомобиль, чей выпуск начался в 2016 году и продолжается по сей день. Рестайлинг у модели случился в 2020. По части выбора агрегатов здесь все столь же необширно, как и у Honda. Литровый вариант, три цилиндра, 69 лошадиных сил в версии без наддува и 98, когда есть турбина. Коробки передач сугубо вариаторные по типу привода, Rumi бывают передние либо полноприводными. В нашем сегодняшнем обзоре участвует Honda Freed Spike 2012 года выпуска с пробегом 157 тысяч километров. И Toyota Rumi 2018 год. Пробег 68 тысяч километров, литр без турбины, 69 лошадиных сил, передний привод вариатор. Под капотом Honda Freed Spike обычно бензиновая полторашка, 118 лошадиных сил. Ну а теперь перейдем к габаритным размерам. Honda Freed Spike иллюстрирует тезис, говорящий о том, что раньше за те же деньги можно было купить больше. Длина кузова этого минивэна 4 метра 21 сантиметр. Ширина 1,69 метра, а высота 1,74 метра. Колесная база 2,74 метра, радиус разворота 5,2 метра, а снаряженная масса 1300 килограмм. Более свежий конкурент оказывается компактнее размером. Длина кузова Toyota Rumi 3 метра 70 сантиметров, а вот ширина здесь меньше, незначительно, метр шестьдесят семь. Высота кузова и вовсе отличается лишь на сантиметр, метр семьдесят три. Существенно меньше здесь и колесная база 2,49, а разворачивается этот автомобиль, можно сказать, на месте. Радиус разворота 4,6. Машина легче конкурента, больше, чем на 200 килограмм, 1070 килограммов снаряженной массы. Что касается лакокрасочного покрытия и его толщины, то у Honda Freed и Honda Freed Spike, соответственно, разброс показаний толщиномера для родной краски будет лежать где-то в диапазоне от 75-80 до 105-115 микрон, если говорить про заводской окрас. Что касается стойкости кузова этого минивэна к коррозии, то здесь, если судить по автомобилям, которые уже достаточно побегали по России, есть определенные нюансы, которые легче, как говорится, предотвратить, чем потом исправить. Соответственно, если вы покупаете такой автомобиль с прицелом на долгую эксплуатацию, желательно произвести дополнительную антикоррозийную обработку. В первую очередь на этих автомобилях страдают зоны порогов и задние крылья. Особое внимание, если вы смотрите полноприводный вариант. Такие фриды, как правило, приезжали с северных регионов, и там при осмотре на подъемнике вполне можно увидеть и сквозную коррозию днища. Более свежий вариант Toyota Rumi демонстрирует заводской окрас вообще в пределах 100-105 микрон, а нижняя граница здесь около 80-84. Что касается стойкости кузова к коррозии, то, по крайней мере, пока эти машины еще достаточно свежие, они не демонстрируют массового характера поражения ржавчиной. А передние крылья у них и вовсе выполнены из пластика. Ну а теперь посмотрим на внутреннее пространство одного и второго автомобиля. И разберемся с багажником. Понятно, что у более крупной машины он должен быть вместительнее. Ширина проема багажника здесь 112 сантиметров в его средней части. Высота от фальшпола до крыши 98, либо 108 сантиметров, в зависимости от положения фальшпанеля на полу. А длина багажника по полу 84 сантиметра. Для перевозки габаритных грузов здесь складываются задние сидения, причем самым оптимальным способом. Подушка сидения ныряет вниз и сверху ложится спинка. Таким образом вы получаете абсолютно ровный пол. С возможностью бросить сюда матрас и разместиться на ночлег. А расстояние до находящихся в нормальном положении передних сидений метр шестьдесят девять. А максимально длинный груз, который упрется в переднюю панель, будет составлять в длину 267 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных моментов по багажному отделению Фридспайка. Можно отметить, что этот автомобиль предназначался именно для перевозки багажа. И в некотором моменте можно предположить, что для путешествий, ввиду наличия здесь не обычного фонаря, а плафона освещения, напоминающего ночник. Также здесь присутствует небольшой бардачок с крышкой в некоторых комплектациях. Кстати, просто полка. Дополнительные полочки наверху, полочки внизу. С правой стороны у нас располагается комплект штатного инструмента. Домкрат, вороток, баллонник и буксировочная петля. Ну и самая главная фишка багажника Спайка, это наличие здесь фальшпанелей, которые в зависимости от своего положения могут либо добавить вам погрузочной высоты, либо выровнять пол. С запасным колесом эти автомобили вообще не комплектуются, а ремнабор здесь размещается под водительским сидением. Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела с багажником у существенно более короткого Руми. Доступ в багажник открывает такая же большая по площади крышка, как и на Хонде Фридспайк. С учетом меньшей ширины кузова, предсказуемый проем также оказывается уже, 106 сантиметров. Расстояние от фальшпола до крыши 98, ширина багажника 102. При отодвинутых назад сидениях, а здесь есть продольная регулировка заднего ряда, расстояние по полу маленькое, всего 46 сантиметров в длину. Но если задние пассажиры готовы потесниться, то багажник можно увеличить до 72 сантиметров по полу. В отличие от Хонде Фридспайк, у Тойоты Руми сидения не складываются в ровный пол. В любом случае здесь будет ступенька. Но если нужно увести нечто длинное, то рассчитывайте на 141 сантиметр длины по полу. А максимально длинный груз, который здесь получится увести, 2 метра 20. Что касается удобств по багажнику этого микровена, с левой стороны есть плафон освещения. Также справа небольшая полочка и 12-ти вольтовая розетка на боковой панели. Плюс еще одна лампа с принудительным включением. Присутствуют небольшие крючочки, на которые можно подвесить что-то типа пакета с продуктами, чтобы они не рассыпались по багажнику при маневрах. И под фальшполом присутствует дополнительный отсек, куда можно бросить трос, знак аварийной остановки и прочую мелочь. Что касается интерьера, Honda Freed Spike, ставшего уже очень привычным за прошедшие годы, сделан он, конечно, из жесткого пластика. Это касается практически всех панелей, которые здесь не обтянуты тканью. Соответственно, исключением является верхняя часть дверной карты, но не подлокотник. Подлокотник пластиковый и жесткий. Для бюджетной машины это в целом объяснимо. Посадка в этом автомобиле вертикальная, джиповская или, можно сказать, автобусная. И надо отметить, что подобный вариант размещения в городе как раз-таки оказывается удобен. При росте 1,86 м за рулем этого автомобиля расположиться не составило особых проблем. Регулировки здесь все механические. Регулировка сидения позволяет максимально отодвинуться вот настолько. Естественно, вы не распрямите здесь ногу в колени никаким образом. Но в целом, если ваш рост не более чем 1,90-1,95 м, скорее всего, за рулем этой машины вы все же усядетесь. В зависимости от комплектации у этих автомобилей может быть как регулировка рулевой колонки в двух плоскостях, так и только по наклону. В нашем случае регулировка и по вылету тоже. Ни в одном положении обод руля не перекроет вам комбинацию приборов, поскольку здесь она вынесена на самый верх передней панели. Здесь очень крупный спидометр с крупной хорошей оцифровкой, тахометр цифровой, так же как и индикатор уровня топлива. А индикатора температуры двигателя здесь нет, вместо него сигнальная лампа. Без излишеств, но удобно и читаемо. Подрулевые переключатели располагаются на своих местах и переключаются, кстати говоря, практически без щелчков. Руль удобный, хотя он и пластиковый, без кожаной отделки, но при этом не скользкий. А что касается опоры под локти, здесь предлагаются подлокотники отдельные, откидные, как на RX300 у водителя. И в нашей комплектации у переднего пассажира есть по одному такому. Что касается профиля кресел, то сидение здесь плоские. Это касается как подушки, так и по большей части спинки тоже. Визуально боковая поддержка на спинке присутствует, но не сказать, чтобы она особо сильно ощущалась. Что касается разного рода клавиш интерьер, ими вообще не перегружен. Стандартный блок стеклоподъемников на двери, регулировка боковых зеркал внизу, управление электродверями. В данном случае электроприводом оснащена только левая дверь и система стабилизации. На рулевом колесе у нас есть только управление магнитолой. В некоторых комплектациях доступен становится еще и круиз-контроль. Тогда он занимает правую часть клавиши управления. Им располагаются на противоположной стороне рулевого колеса. А блок управления климат-контролем, однозонным, кстати, но автоматическим, здесь также предельно простой и удобный в использовании. Температура регулируется одной стороной, круглой кнопки-качалки, а вентилятор другой. Все клавиши крупные, тактильно различимы, промазать по ним довольно-таки тяжело, даже на ходу. Селектор коробки передач, здесь обычная прямая прорезь, есть кнопка разблокировки. На селекторе также располагается кнопка включения спортивного режима работы коробки. Стояночный тормоз у этого автомобиля ножной. Первым нажатием вы ставите автомобиль на стояночный тормоз, а вторым снимаете с него. А внизу располагается еще и 12-вольтовая розетка. Вот, собственно, и все, не считая плафонов освещения. Что касается бардачков, полочек и подстаканников, здесь их достаточно. Помимо того, что сама передняя панель плоская, и, по сути, если положить сюда нескользящие коврики, можно использовать и ее, например, для размещения смартфона, здесь есть три углубления. Как раз-таки под эти задачи по центру панели. Подстаканники располагаются по бокам приборной панели, плюс в некоторых случаях есть еще и дополнительный выдвижной. Но в данном случае японец это место занял картоприемником системы оплаты платных дорог. Есть дополнительный карман и внизу передней панели. Ну, а основной бардачок, не сказать, чтобы беспредельно огромный, но бумаги туда войдут. Правда, формат А4, скорее всего, придется складывать вдвое. Внизу дверных карт есть довольно длинные и широкие карманы, куда также поместится немалое количество мелочевки. Чем хорош подобный формат автомобилей? Здесь нет ни тоннеля между сидениями, ни, собственно, преграды для того, чтобы покидать автомобиль через пассажирскую дверь, если, например, вы припарковались близко к стене. Что касается обзорности Honda Freed Spike, здесь придираться решительно не к чему, разве что к невидимому капоту. Но это типично для практически всех автомобилей подобного формата. Приборная панель, низкое лобовое стекло, большое по площади. Здесь есть дополнительные форточки в передних дверях и практичные, достаточной площади боковые зеркала, которые не заставят вас, маневрируя в потоке, ощущать себя слепым. С обзорностью назад в данном случае выручает камера заднего вида, но если ее нет, большинство спайков оснащаются панорамным зеркалом, которое позволяет вам контролировать положение заднего бампера при парковке. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается места на втором ряду, здесь нет продольной регулировки дивана, он зафиксирован в одном единственном положении. При этом, если я при росте 1,86 м сажусь сам за собой, у меня остается приличное расстояние от коленей до спинки сидения. Но даже если бы его не было, в любом случае спинка здесь мягкая, поэтому контакт с ней не вызовет каких-то болевых ощущений. Заднее сидение полностью плоское, в нашей комплектации оно лишено центрального подлокотника, но есть версии, где такая опция присутствует. Есть возможность чуть-чуть скорректировать угол наклона спинки, но буквально в пределах погрешности. Вот это максимально отклоненное назад положение. Ехать становится комфортнее. Запас пространства над головой здесь просто огромный, а вот на что можно посетовать, так это на невозможность куда-то деть локти, ввиду того, что подлокотника на дверной карте здесь тоже нет. Она полностью плоская, и в целом это характерно для автомобилей со сдвижными боковыми дверями. Из дополнительных удобств для задних пассажиров можно отметить крючок, на который можно подвесить пакет с чем-нибудь. Наличие на пассажирском переднем сидении кармана, ручки, облегчающие удобство посадки-выхода, и кнопки стеклоподъемника на рудиментарном подлокотнике справа передней части. Надо отметить, что за открывание боковой двери здесь реализовано довольно удобно. Дверь отъезжает далеко, и получившийся проем не затрудняет посадку-высадку из автомобиля. Что касается интерьера Toyota Rumi, места здесь также достаточно много, если говорить именно про ощущение пространства. Но общее впечатление от Freed отличается, и в первую очередь бросается в глаза практически вертикальное лобовое стекло. Панель приборов здесь тоже достаточно низкая, пластик также жесткий, как и на Honda Freed, но сам дизайн панели, включающий в себя имитацию прострочки, несколько сглаживает это ощущение. Понятие изящность сюда, конечно, не применить, но в плане качества визуально она смотрится не хуже. Руль у Toyota Rumi меньше по диаметру, и сам обод его тоньше. Он хваткий, имеет кожаную отделку и удобно сидит в руках. Что касается диапазона регулировок сидения. С учетом вертикальной посадки, вроде бы, придираться не к чему. Но при моем росте 1,86 м, я могу разместиться за рулем только при максимально отодвинутом назад кресле. При этом, если его слегка опустить вниз, ситуация чуть-чуть улучшится. Но до полного комфорта здесь очень не хватает диапазона регулировки руля. Он очень ограниченный, причем регулируется руль здесь только по высоте. Зато запас пространства над головой поистине исполинский. Как и на Honda Freed, здесь тяжело перекрыть рулевым колесом приборную панель, поскольку при моем росте это единственная возможная регулировка максимально вверх. Сама приборка представляет собой аналоговый спидометр и тахометр и электронный указатель уровня топлива. Указателя температуры здесь также нет, только сигнальные лампы. Подрулевые переключатели здесь расположены удобно. Переключаются они глухо, вообще без пластмассовых щелчков. Ощущение такое, что находишься в автомобиле выше классом. Но есть за что покритиковать. В данном случае поворотники у нас нефиксируемые. Помнится, впервые подобную схему применяли на автомобилях Opel где-то в середине 2000-х годов. И тогда только ленивый не критиковал подобный вариант управления указателями поворотов. К ним придется попривыкнуть. Что касается клавиш и прочих кнопочек, то здесь их побольше, чем в Honda Freed. Главным образом за счет более богатой комплектации и наличия здесь мультируля. Левая сторона отвечает за управление мультимедийной системой, правая за дисплей бортового компьютера, который здесь вынесен в средину и показывает массу различной информации. Незакрытые двери, угол поворота передних колес, а также в какую сторону они повернуты и так далее. Справа управление, меню бортового компьютера. Здесь он вынесен в средину панели, цветной дисплей, масса информации в том числе и, например, куда повернуты колеса. Есть круиз-контроль, реализованный в виде традиционного тойотовского джойстика справа на рулевом колесе. Внизу здесь клавиши управления электроприводами боковых дверей. В данном комплектации обе двери с электроприводом. Есть система стабилизации, кнопка запуска остановки двигателя, стандартные стеклоподъемники на водительской двери, причем водительский с авторежимом. Маленький джойстик регулировки боковых зеркал плюс клавиша их складывания. Подлокотник здесь ровно такой же жесткий, как и на Honda Freed, кстати. Упорой для вашего левого локтя будет служить откидной подлокотник. Кстати, в данной комплектации пассажир подобной опции, увы, лишен. Блок управления климат-контролем здесь по-другому скомпонован. Поворотная рукоятка отвечает за управление температурой. Большая клавиша — это обороты вентилятора, режимы обдува и так далее. Кнопки крупные, перепутать их тяжело, можно пользоваться, не отвлекаясь от вождения. Есть дисплей. Ну а место штатной мультимедийной системы занял большой планшетник на Android, установленный уже здесь, в России. Так что проблем с адаптацией уже не будет. Внизу 12-вольтовая розетка и блок заглушек, где, в частности, могут располагаться клавиши включения-выключения подогрева в сидении, если такой опцией автомобиль оснащается. Селектор коробки передач в данном случае тоже привычный, с кнопкой блокировки и прямой прорезью, без каких-либо хитростей. Что касается бардачков, полочек и подстаканников. В данном случае у нас есть две узкие полки, на которые можно складировать мелочевку, либо попробовать затолкать сюда смартфон, они довольно глубокие. Есть подстаканники, которые открываются по углам передней панели для водителя и пассажира. Есть отсек, который вполне можно посчитать за урну или мусорную корзину, кому как удобнее. Довольно вместительные, надо сказать. И бардачок основной, который плюс-минус похож по объему на таковой во фриде, хотя он все же чуть поменьше. Что касается основного бардачка, то сюда войдут бумаги формата А4, причем складывать их вдвое для этого не придется. Внизу дверных карт располагаются узенькие карманы, и передняя часть их отформована под бутылку с напитком. Что касается обзорности, вопросов нет от слова совсем, опять же, не считая невидимого капота. Здесь есть дополнительные окошки в передних стойках, лобовое стекло далеко от вас, оно большое по площади, боковая линия остекления низкая, боковые зеркала большие, плюс камера заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на заднем сидении, то надо учитывать, здесь есть продольная регулировка. То, как я сижу сейчас, это положение, когда вам нужен максимальный объем багажника, те самые 70 с лишним сантиметров по полу. При этом при посадке сам за собой, я контактирую коленями со спинкой переднего сидения, но не упираясь в нее. Спинка, кстати, мягкая, дискомфорта не будет. Места под сидениями, куда убрать ступни, здесь предостаточно. Сама подушка, плоская спинка тоже. Подлокотников для задних пассажиров не предусмотрено. Нет их ни на дверных картах, ни в средней части. Зато здесь доступна регулировка спинки по наклону. Причем наклонить его можно очень и очень сильно, практически в лежачее положение. Но даже если выставить его максимально вертикально, вы не будете задевать головой потолок. Запас пространства достаточный. Ну а если отодвинуть его максимально назад, в продольном направлении, то дело обретает уже совершенно иной оборот. И при таком варианте ездить в этой машине можно закинув ногу на ногу. Что касается удобств для задних пассажиров, при максимально отодвинутом назад сидении вам становятся доступны подстаканники в боковых панелях. Также здесь есть механические шторки, которые вы можете использовать для того, чтобы вам, например, не мешало. Присутствуют ручки для облегчения посадки и высадки из автомобиля и очень неглубокий кармашек на спинке пассажирского кресла. Дверь отодвигается также достаточно далеко, и выход из автомобиля вам здесь ничего не затрудняет. Что касается двигателей, то про Honda Freed можно сказать одним словом – надежность. Под капотом этих автомобилей располагается L15A. Это рядная четверка с цепным приводом ГРМ без гидрокомпенсаторов, с самым обычным распределенным впрыском топлива и ресурсом под полмиллиона километров пробега. В пользу надежности этого агрегата, говорит и его низкая востребованность на вторичном рынке, двигатели эти стоят совсем недорого. 118 лошадиных сил в сочетании с передним приводом и вариаторной трансмиссией в целом не наделяют этот автомобиль какой-то ураганной динамикой, зато ездит он очень долго. И при этом расходуют в городе около 7,5-8 литров на 100 километров пробега. Гибридные версии тратят поменьше. L15A – рядная четверка с алюминиевым блоком настолько надежен, что, пожалуй, выделить здесь какие-то характерные проблемы в плане болячек мотора, увы, не получится. Посетовать можно, разве что на сложный доступ к свечам. Чтобы до них добраться, придется сначала демонтировать впускной коллектор. Что касается конкурента от Toyota, в данном случае под капотом может располагаться один из двух вариантов двигателей. Но они относятся к одной и той же серии. 1КР – 1КР-FE, 69 лошадиных сил, как в нашем случае атмосферник. Здесь тоже цепной привод ГРМ, здесь тоже нет гидрокомпенсаторов, зазоров клапанов, есть фазовращатели и используется распределенный впрыск топлива. Если вы хотите более шустрый вариант подобного автомобиля, под капотом будет стоять 1КР-ВЕТ, оснащенный уже турбонаддувом. Такой двигатель выдает 98 лошадиных сил и крутящий момент в целых 140 ньютон-метров, причем доступный уже с 2400 оборотов в минуту. С этим мотором Руми уже не чувствует себя аутсайдером в городском потоке. Но в отличие от конкурента из Хонды, 1КР – это три цилиндра в ряд. Зато распредвалов два, а не один, как у Хонды. Турбовариант вдобавок имеет по две форсунки на цилиндр. В целом, 1КР чуть более требователен к качеству топлива и более критично относится к интервалам замены масла. Особенно это касается турбоварианта. На таких менять масло нужно не реже, чем раз в 5000 км пробега. Благо, заливается его сюда совсем немного. А вот по части характерных болячек у этих моторов есть о чем упомянуть. Первый момент связан с шумной работой самого агрегата. У этих двигателей, особенно на моторах ранних серий, встречалась проблема, когда начинали стучать поршни в точке перекладки. На ресурсе это особо не сказывалось, но подобный момент приводил к появлению лишних шумовых эффектов. Не отличается особым ресурсом здесь и цепь ГРМ. В некоторых случаях она отправлялась на замену на пробегах около 120-140 тысяч километров. Причем зачастую вместе с фазовращателем. Если говорить про ресурс, то для атмосферного 1КРФЕ потолок лежит где-то в пределах 300 тысяч километров пробега. По крайней мере, автомобилей, которые проехали под 250, достаточно, причем еще на аукционах в Японии. Так что маленький мотор в данном случае совсем не означает ненадежный. Да и цены на атмосферные варианты подобных агрегатов недалеко ушли от конкурента из Хонды. Что касается коробок передач, вариаторные коробки и автоматы на Хонде Фридспайк образцово надежно и способны без проблем отработать свыше 200 тысяч километров пробега, исключая машины ранних выпусков до 2011 года, когда были проблемы с подшипниками в коробке. Что диагностируется на слух, так как появляется довольно сильный и заметный гул при движении. Эсиновский вариатор, стоящий под капотом Тойоты Руми, в целом тоже справляется со своей работой с учетом малолитражных моторов, с которыми он сагрегатирован. И на пробег в 200-250 вы можете рассчитывать замена масла и в том и в том случае раз в 40-45 тысяч километров пробега. Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом у этих двух автомобилей. По каталогу просвет у Хонды Фридспайк это 155 миллиметров в нижней точке. На самом деле, самая низкая точка в данном случае будет располагаться под элементами грязезащиты моторного отсека 15 сантиметров от асфальта. Так что плюс-минус попадание до выступающей части подкрылка типа брызговика под передним бампером 17 сантиметров. До порога за передним колесом 18. Задняя часть повыше 20 сантиметров. И практически такое же расстояние от асфальта до заднего брызговика 20 с половиной. Стандартный легковой клиренс даже по нынешним меркам. Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела у более современного конкурента с дорожным просветом. Каталожное значение его 130 миллиметров. И на самом деле, это соответствует истине. Самая низкая точка под защитой моторного отсека. Ровно 13 сантиметров. Передний бампер находится на расстоянии 16 сантиметров от земли. То же самое касается расстояния до порога за передними колесами. Задняя часть машины чуть повыше. Это где-то 19 сантиметров. До заднего бампера 27. И вот здесь, ниже габарита заднего бампера, чуть-чуть свисает оконцовка выхлопной трубы. Так что парковаться к высокому препятствию лучше задним ходом. Тем более, что задний свес у Toyota Rumi практически отсутствует, в отличие от переднего. Но в целом, по части дорожного просвета, этот автомобиль проигрывает своему более возрастному конкуренту от Honda. Передняя подвеска здесь типа MacPherson. Шаровые опоры в рычаге запрессованы. По задумке конструкторов меняются вместе с ними. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике. Доступ к его креплениям ограничен электроусилителем с правой стороны. Рулевая рейка у этих автомобилей не отличается ни высокой ценой, ни какой-то хлипкостью. Ходит она долго. Что касается антикоррозийной обработки в передней части кузова, да и вообще антикоррозийной обработки, ее здесь очень немного. Заводской антикорр нанесен очень-очень локально, буквально узкие полоски вдоль порогов. И немного антикора наносится на шовный герметик. То и является одной из причин, почему на полноприводных автомобилях, которые приезжают с севера Японии, где в ходу реагенты очень часто можно обнаружить коррозию днища. В задней части автомобиля, прикрытой металлической защитой, находится топливный бак объемом 42 литра. Задняя подвеска представляет собой простейшую зависимую схему. Здесь балка, два сайлендблока, амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза у этих автомобилей барабанные. А вот что касается различий между модификациями и запасного колеса, хотя бы в формате докатки, некоторые владельцы подобных автомобилей именно с передним приводом исхитрялись размещать запасное колесо здесь, предварительно смонтировав кронштейн для его фиксации, позаимствованный с другой Хонды. Если же у вас полноприводный вариант или гибрид, то ничего сюда вы уже не разместите, поскольку на полном приводе вам будет мешать задний редуктор, а у гибридных вариантов в высоту по полу здесь съест батарейка. Форма пола кузова у таких автомобилей отличается. Что касается архитектуры подвески, Toyota Romy выполнена по той же схеме, что и Honda Freed. В целом это стандартная конструкция для бюджетного сегмента. Макферсон шаровые опоры в данном случае с рычагами выполнены как единое целое, меняются в сборе по задумке производителя. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь крепится не на подрамнике, в отличие от Honda Freed он закреплен в передней части и выполнить замену втулок стабилизатора можно без всяких проблем. Все в доступе. Рулевая рейка здесь также электрическая, а по части антикора дела обстоят еще хуже, чем на Honda Freed, поскольку заводской антикор здесь нанесен очень экономно, буквально точечно. Его нет даже на внутренней части порогов, только следовые количества шовного герметика. В задней части располагается топливный бак. Его объем меньше, чем на Honda Freed Spike. Здесь всего 36 литров. Бак пластиковый. Задняя подвеска идентична по конструкции. Это тоже балка, два сайлин-блока, втулки на амортизаторах, пружина амортизатора стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза барабанные. По части антикоррозийной обработки сзади особо без изменений по большому счету только шовный герметик. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать этот автомобиль в условиях реагентов на дорогах, крайне желательно разориться на нормальную обработку сразу. Вот такой у нас получился сегодня сравнительный обзор двух подчасти непохожих автомобилей, но это варианты, между которыми действительно может стоять выбор у человека в данный момент, поскольку бюджет практически идентичный. Что предпочесть? Более крупный автомобиль, но более возрастной и скорее всего с пробегом, либо взять посвежее и не бегавший по России и решать только вам. А всю информацию для этого мы вам сегодня уже предоставили. Если у вас уже есть опыт эксплуатации одного или второго автомобиля, вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, все это пропишите в комментариях, чтобы людям, которые оказались в ситуации подобного выбора, могли принять окончательное решение. Если заинтересовал какой-то из автомобилей, которые сегодня оказались на нашем подъемнике, всю интересующую вас доп. информацию, включая актуальную на данный момент стоимость, уточняйте по телефону, он указан в описании, на нем есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Не забывайте ставить лайк и подписываться, если обзор оказался полезен и понравился. Спасибо вам за просмотр и удачного вам дня. До новых встреч на канале. Пока.